Добрый день. Я приветствую тех, кто собрался в этом зале и самое главное приветствую тех, кто будет смотреть нашу программу из раза в раз. Смотреть, я думаю, с огромным удовольствием, потому что человек, который я представляю, наделен, даже вот несколько минут общения подтвердили, наделен даром рассказчика, человек, который погружает нас в мир, вот гитары не зря рядом, в мир музыки, стихов, звучащих стихов, вообще в мир мысли, одухотворенной мысли. Актер театра и кино Александр Цуркан, бурные аплодисменты всех присутствующих. Спасибо. На этом мне будет проще даже завершить, вот убрать подсказку с вашей биографией, с вашим творческим резюме, что называется, потому что, я думаю, куда интереснее это будет услышать из первых уст, что-то узнать через вопросы-ответы, ну и, конечно, услышать вас, услышать в том числе песни в вашем исполнении. Поэтому с радостью передаю вам микрофон, передаю вам слово и надеюсь, что это будет плодотворное, интересное общение. Должен сказать, что вчера была встреча со студентами, преподавателями Института экономики, управления финансов, которая прошла там с восторгом, они до сих пор вспоминают это самыми такими яркими словами, эпитетами. Я надеюсь, что сегодня благодаря этой встрече весь университет сможет погрузиться и погружаться периодически, да, вот в ту атмосферу, которую вы дарите. Еще раз бурные аплодисменты и вам слово. Спасибо. С чего начать? Начать, конечно, нужно с истоков, наверное. Я родился в театральном городе. Это город Орехово-Зуево. А театральный почему? Потому что Савва Тимофеевич Морозов, такой меценат, нужно знать это имя, он удивительный был, необыкновенный талант человек, знал три языка, был химиком блестящим, прекрасное полотно, фактически там потом Англии даже не котировалось, какое он делал полотно. Он еще очень любил театр. И он построил в Орехово-Зуево для своих рабочих, помимо того, что одну из лучших больниц, мировых больниц, с куполом со стеклянным, там где-то 30 квадратных метров в мозаике, палаты с 6-метровой высоты коридора. Он еще построил театр на 2,5 тысячи зрителей. В 1912 году, 105 лет назад, да, этот театр был открыт. 2,5 тысячи зрителей. И была, значит, рабочая группа, ну, Народный театр, был режиссер у них, там были актеры, и они ставили пьесы, тогда очень модным был очень Чехов, тогда вот ставили Чехова, ставили. А МХАТ, МХАТ, трупа МХАТа, приезжала в Орехово-Зуево и играла спектакли в Орехово-Зуево. А Орехово-Зуевцы ездили во МХАТ. Вот такой устроил он интересную вот такую вот рокировку, такую, что ли, да, и я не мог не коснуться театра, не мог обойти. Моя бабушка прекрасно играла на гитаре, пела песни, там, когда она пела хулиганские песни, они меня куда-то уводили, там, иди погуляй, а я, значит, ухо в ванной, там, окошко было, я в ванной подслушал, там, значит, что-то понимал, что-то не понимал, там, и кивоки их. Но факт тот, что у нас всегда дома пели, у нас мама с папой могли сесть и могли по 4-5 часов петь песни, акапельные, они не владели инструментами, бабушка играла, могли петь. К нам приходили актеры, Владимир Назаров, Царство Небесное, и Маргарита, мамина подруга, наклассница по институту, они приходили в гости, он играл в народном театре, даже получил звание заслуженного артиста России, и он очень многие вещи какие-то рассказывал. И вот я, с чего началось-то у меня, я думаю, началось мое актерство, с чего, собственно, я пошел в эту очень сложную профессию. Ну, про женщин вообще не говорю, она очень зависимая. Но и мужчинам надо иметь очень сильный, яркий характер, очень мощную волю. А поразил он меня вот чем, дядя Валера. Значит, у нас была такая тетя Фая, она у нас была такая рыжая такая, здоровая такая, грудь такая мощная. И такой голос такой грубоватый был у нее так. Говорит, а чего ты, давай с этого, хватит, ладно, там это, вот как-то она могла так, ну, так, ну, так, как говорится, в лобешник там, что угодно могла сказать тебе. Грубая, грубая. Ну, тем не менее, ее влюбились в эту откровенность и простоту. И она говорит, Валер, вчера ходил Тимин, смотрел спектакль-то, слушай, я ни фига не понял, Ты когда там этими-то вроде стоял, так стоял, когда ты отвернулся себе в глаза-то там капнул на тебе капли-то, он говорит, какие-то капли, вот ты стоялся, капнул на тебе, у тебя слеза потекла. Он говорит, я ни капал ничего, Вайфай, это что серьезно что-ли? Но как всё... Вот ты стоял, а потом раз, теперь слезы потекут, он говорит, ну, и что, и сейчас потекут, и сейчас потекут. Ну, потекут. Он говорит, Вань, ты слышишь, он говорит, а я сижу, отец подходит, чего, он говорит, он сейчас делает, у него слезы потекут, он там себе приснул, а сейчас, что они так потекут, он говорит, Фай, спорим, спорим, на что, на бутылку коньяка, а то коньяк дорого стоил, 100 рублей, тогда 10 рублей, сейчас, наверное, тысячу на с лишним, вот так примерно, пятизвездочный, он говорит, хорошо, давай. Он говорит, чего, ну давай, плачь, подожди, плачь, ну давай, 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 Вань, он говорит, я все, я в прикупе, отец разбил, отец уже сейчас знает, что это будет, и лет проиграет, и лет проиграет, и вот он начал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok не надо так больше делать ну почти ну почти надо было еще а он это вот так рассопливился и вот так вот и у него потекло она Валерка, ты чего? а ну иди, иди, иди Валерка, ты Ванька, смотри, что Валерка, ты чего? Валерка, ну-ка там капли у меня Валерка, Валерка где мой коньяк артист, она ему говорит Ванька, он артист и вот так я был потрясен что человек из ничего вот просто он взял эту эмоцию и богатое человеческое воображение в состоянии я был потрясен я стал сочувствовать ему я стал переживать, что у него случилось а у него ничего не случилось такой аппарат такой тонкий человеческий аппарат и в этом вот сила и величие этой профессии очень много глупостей, очень много дури сейчас снимать но с точки зрения глубины с точки зрения возможностей человека показать человеческое состояние горе, печаль почему мы любим Гундарева, почему мы любим Гафта, Папанова и так далее потому что такая душа тонкая, что они тебя заражали и ты начинал им сочувствовать а ведь смысл этого всего вообще бытия нашего на этой планете это конечно сочувствие прийти сюда вот полюбить и что-то сделать хорошее и помочь кому-то не зря же Тютчев сказал гениально нам не дано предугадать как наше слово отзовется но нам сочувствие дается как нам дается благодать и конечно когда я попал на Таганку это было потрясение я увидел вживую Золотухина я увидел вживую Фараду я увидел вживую Славину Сайко Атоса нашего великого Смехова они ходили, шутили, кушали в столовой а потом выходили на сцену и играли и вот это вот было какое-то такое было потрясение но потом когда ты сам уже начал начал въезжать в эту профессию ты уже понимал что это это все не суть не суть а вот что там происходит что у тебя там в душе вот твои репетиции как ты там готовишься к роли откуда это все берется откуда ты почему-то ты хочешь вот именно выразить выразить так эти чувства чтобы задеть другого почему и конечно я считаю что это божий дар это актером может быть только человек который одарен вот этой очень глубокой глубокой глубоко развитой психикой очень глубоко развитой психикой и конечно стихи конечно эмоции пение можно я всегда начинал концерт начиная с того что читаю военные стихи почему потому что это наверное момент истины вот такое стихотворение александр твардовский я убит под ржевом в безымянном болоте третьей роте на левом при жестоком налете я не слышал я не слышал разрыва я не видел той вспышки словно в пропасть с обрыва и ни дна ни покрышки нам нам свои боевые не носить ордена вам все это живые нам от рада одна что недаром боролись мы за родину мать пусть не слышен наш голос вы должны его знать все на вас перечислено навсегда не на срок и живым не в упрек этот голос наш мыслимый завещаю в той жизни вам счастливыми быть и великой отчизне с честью дальше служить горевать горделиво не клонясь головой ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято братья счастье свое в память воина-брата что погиб за нее всю войну под завязку я все к дому тянулся и хотя горячился воевал делово ну а он торопился как раз не пригнулся и в войне взад-вперед обернулся за два года всего ничего не слыхать не слыхать его пульса сорок третьей весны ну а я окунулся в довоенные сны и гляжу я дурея и дышу тяжелом он был лучше добрее 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 но мне повезло я за пазухой нежен нету с господом чая я ни в тыл не просился и к судьбе подпадал а мне женщины молча намекали встречая если б ты там навеки остался может мой бы обратно пришел для меня не загадка их печальный вопрос мне ведь даже не сладко что у них не сблось мне ответ подвернулся извините что цел я случайно вернулся 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 ну а ваш ну а он не сумел он кричал на рассвете самолете сгорая ты живи ты дотянешь доносилась его сгул мы летали под богом возле самого рая он поднялся чуть выше дотяну дотяну до земли дотяну встретил летчика суха райский аэродром он садился на брюхо но не ползал на нем он заснул не проснулся он запел не допел так что я вот вернулся 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 ну а он ну а он не сумел я кругом и навечно виноват перед теми с кем сегодня встречаться я почел бы за честь и хотя мы до дома до земли долетели жжет нас память и мучает совесть у кого у кого она есть кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой как бетон полосы и на ней кто разбился кто взлетел навсегда ну а я приземлился а я приземлился вот какая беда вот какая беда вот какая беда я показал вам песню Владимира Высоцкого он написал ее и посвятил ее дважды герою Советского Союза летчику-истребителю в будущем ставшему маршалом Советского Союза Николаевского Марохова и его погибшему другу почему начинаю всегда с этих песен почему всегда начинаю говорить о той страшной трагедии той страшной беде потому что просто не было бы этого разговора нашего сегодня с вами если бы тогда вот те ребята не сделали то что они сделали если бы они не ложились под танки если бы они в самолетах не не врезались в эти как какие-то потоки воды гусеничные эти танковые колонны шли на Москву они врезались хоть одного второго хоть трех хоть сколько можно но убить их не потому что наши прадеды были какими-то зверями какими-то животными нет надо было их убивать иначе они бы поубивали бы всех вас всех нас меня бы поубивали моих бы детей поубивали и вот это очень хорошее стихотворение Николая Дмитриева оно мне очень нравится в пятидесятых рождены в шестидесятых рождены в семидесятых рождены войны не знали мы и все же все мы в какой-то мере тоже вернувшиеся с той войны летела пуля знала дело летела много лет назад вот в этот день вот в это тело вот в это солнце в этот сад с отцом я вместе выполз выжил а то в каких бы жил мирах когда бы батьку снайпер выждал в чехословацких клеверах пятидесятых рождены в шестидесятых рождены войны не знали мы и все же все мы в какой-то мере тоже вернувшиеся с той войны я еще вам покажу песню это тоже песня Высоцкого она мне очень нравится это пронзительное показывает немножко другую сторону как бы войны как как могло как могло там быть так и было наверное и и даже в наше время такое происходит полчаса до атаки скоро снова под танки скоро слушать разрывы в концерт а бойцу молодому а бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт и как будто не здесь ты если почерк невесты или пишет отец твой и мать но случилось другое видно зря перед боем поспешили солдату письмо передать там стояло сначала извини что молчала ждать не буду и все есть листок только снизу приписка уезжаю неблизко ты ж прости и спокойно воюй и прости кори что вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо почтальон что ты мне притащил за минуту до смерти в треугольном конверте болевое ранение я получил он шагнул из траншеи с автоматом на шее он разрывов береться не стал и в бою под сурою он обнялся землею только ветер обрывки письма разметал и в бою под сурою он обнялся землею только ветер обрывки письма разметал разметал то что как он умел изложить драматургию какой-то простой конкретной истории и так ее изложить что она начинает тебя цеплять она начинает тебя завораживать ты начинаешь в нее в любую песню возьмите Высоцкого она всегда вас будет завораживать она вас будет вводить туда во внутренний мир в драматургию этой истории и в этом его наверное основной талант вот так вот прочувствовать и так вот сложить эти слова эти рифмы эту историю придумать что ты не можешь оторваться это и есть большой талант большой талант правды правды в поэзии а вот еще один такой замечательный поэт тоже таганский Леонид Филатов я вот тоже иногда бывает такой зал тяжелый бывает знаете пробить как трудно люди приходят там обычно приехал артист или девчонки будут там ногами там что-нибудь делать изображать или мальчики будут там ну мало ли что что-то такое на заднем плане должно быть а тут выходит человек и начинает люди как-то к ним врубаются до определенного момента и вот тогда я обычно читаю это замечательное стихотворение Филатова оно называется «Да» там порядка 15 раз повторяется слово «Да» вот вы говорите что слезы людские вода да Христос Робеспьер Чи Гевара для вас лабуда да и вам наплевать если где-то горят города да и горе Вьетнама не трогало вас никогда да и вам наплевать если с кем-то стряслась и беда да скажите а совесть тревожит вас хоть иногда да но вам удается ее усмирить без труда да а если разрушат созданный вами семейный очаг так жестоко расправятся с членами вашей семьи и и вам самому продырявят пулями грудь жуть неужто бы вы и тогда мне ответили да нет а вы говорите что слезы людские вода нет Христос Робеспьер Чи Гевара для вас нет так значит вас все же тревожит хоть что-то еще иногда да 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 вот такое короткое стихотворение Леонида Филат Дантесу театр Антаганки очень мужской был такой театр всегда и там были ну так мужики мужчины всегда были спектакли потрясающие мощь энергия темперамент мышцы пластика и всегда очень очень много читали в театре Антаганки очень много читали интересных книжек Бахтина читали там не знаю эти были потрясающие братьев Вайнер последняя литература которая появлял все читали это был очень очень читабельный очень умный интеллектуальный был театр помимо всего прочего и Филатов пишет такое замечательное стихотворение Дантесу адресует его Дантесу Дантесу сами знаете что это за тип был помимо всего прочего он даже и попал то ему когда выстрелил не куда-нибудь а попал то ему ниже пояса он даже на дуэли ниже пояса попал он попал ему в пах Александру Сергеевич пробил ему косточку вот эту вот тазовую ничего нельзя было сделать он мучился страдал от этого уходи Наташа уведите Наташу кричал чтобы она не слышала он не хотел показать свои страдания жене которую он обожал который четверых детей родил погодки прям и Филатов очень жестко написал стихотворение он был красив он был красив как сто чертей имел любого нет всех мастей любил животных и детей и был со всеми мил да полно так ли уж права к нему жестокая молва швырнув во след ему слова он Пушкина убил он навсегда покинул свет и табаком посыпал след и даже плащ сменил на плед чтоб свет о нем забыл но где бы он ни был тут и там при нем стихал ребячий гам и дети спрашивали мам он Пушкина убил как говорится все течет любая память есть почет и потому на кое нам черт гадать каким он был да нам плевать каким он был какого сорта кофе пил какую музыку любил он Пушкина убил открытие нет вы задавайте задавайте вопросы я же могу сейчас так буду читать и петь буду читать и петь если у вас какие-то вопросы вы задавайте мне интересно что вас волнует вышел дядя и вот тут и вот сейчас тоже концерт такой нон-стоп если есть вопросы подумайте на ручку поднимите и скажите а я вам пока почитаю это стихотворение и спою еще одну песню пусть она вас воодушевит открытие это тоже написал Филатов Леонид мне очень нравится его стихотворение потому что оно позволяет поверить каждому в себя что он может себе еще что-то открыть он может себе что-то еще новое может быть выучить новый язык стать чуть-чуть добрее стать чуть-чуть тоньше стать чуть-чуть деловитель стать чуть-чуть внимательнее к своим близким и к друзьям вот это стихотворение мир кажется зачитан изолистан но все же молод молод все равно еще не раз любой из древних истин в грядущем стать открытием суждено и смотришь с умилением кроманьонца и видишь пораженный новизной какое-то совсем иное солнце иное небо шар земной о радость первозданных откровений о сложность настоящей простоты мы топим их в пучине чьих-то мнений сомнений и житейской суеты они даются горько и непросто из века в век завидовать веля безвестному колумбову матросу который хрипло первым выкрикнул земля все года и века эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и в юг почему же эти птицы на север летят если птицам положено только на юг слава им не нужна ни величия вот под крыльями кончится лед и найдут они счастье птичьи как награду саверский полет что же нам не жилось что же нам не спалось что нас выгнало в путь по высокой волне нам сияние пока наблюдать не пришлось это редко бывает сияние в цене тишина только чайки как молнии пустотой мы их кормим из рук но наградой нам за безмолвие обязательно будет звук когда вносятся нам только белые сны всей мы оттемки снега занесли и мы ослепли почти от такой березны мы прозреем от черной полоски земли наше горло отпустит молчание наша слабость растает как тень и наградой наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день север поля надежда страна без границ снег без грязи как долгая жизнь без вранья воронье нам не выклит глаз из глазенит потому что не водится здесь воронья кто не верил в дурные пророчества снег не лег ни на миг отдохнуть те наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь должен встретиться 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 кто-нибудь должен встретиться должен встретиться ребята ну что вопрос созрел Да, я вас слушаю. Про театр на Таганке. Говорили, что он был очень умным театром, что там читали литературу. А как вы думаете, он сейчас остался таким же или он все-таки очень поменялся? Вы про Володю Высоцкого? Про театр сам, в целом. А, про театр. Я просто плохо говорю. Про театр на Таганке. Ой, вы знаете, Я издалека начну, но думаю, подберусь к главному. Театр – это не стены, это не сцена, это не аппаратура. Это люди, их души, их сумасшествие, их одержимость, их жажда тратиться, отдавать людям свое самое лучшее. Не зря у Чехова есть потрясающие понятия. Твое духовное, высшее духовное я. Чехов написал такую книжку, там потрясающие тюды, упражнения. Михаил Чехов, актер, брат его. И вот высшее духовное я – это и есть по-настоящему в каждом большом артисте. Высшее духовное я. Когда он хочет отдать самое лучшее, что у него есть. А вот эта суета, это какая-то быта. Это актера не интересует, когда он приходит играть. Театр – его это не интересует. Это вообще нет. Отсюда и скандалы. У меня это с женой, с одной, со второй. У меня всегда были скандалы. Они не понимали этого. Это очень трудно объяснить. Когда ты живешь в другое же… Я играл Митю Карамазову, да, я другое, я несу вот тут. Мне это вообще как-то, что посуда не поможет. Уйди, все, уйди, уйди. Ну, трудно понять это. Но это и есть основа вот этой сердцевины, вот это вот клокочущее сердце актера. И поэтому театр, я думаю, живет где-то 15-20 лет вот в таком состоянии, в сумасшедшем. Так же, как электрон. Он же ведь не может свежий, не может все время светиться. Он выходит на высшую орбиту и начинает светиться. А потом, когда уходит на орбиту, свет прекращается. Когда на максимуме существует. И вот театр на Таганке существовал вот в этом своем сумасшествии просто. В этом своем неистовстве. И поэтому и спектакли были удивительные, уникальные. Любимов, с его энергией. Он же подбирал под себя. Режиссер всегда подбирает актеров под свою энергию. Он сам сумасшедший был, Юрий Петрович. Царство ему небесное. Он был одержимый. Он был красив. Он был необычайно талантлив. Он мог так это завести, так сказать, что... Вам и Высоцкий содрогался от того, как он мог это сказать. Потому что у него это было. И поэтому была подобрана вот такая удивительная плеяда уникальных актеров. Славина. Сумасшедшая. Сумасшедшая актриса просто. В самом высоком смысле этого слова. Одержимый, необыкновенный. Нет такой актрисы. Не было такой актрисы больше. По 30 раз играть в спектакль «Добрый человек из Сезона». И кричать. Что это за город? Что это за люди? И вот на таком надриве. Два часа каждый день. Ну разве нормальный человек был? Ну может человек там выкопать траншею, там еще чего-то еще. Но это или есть, или нет. И к сожалению, Юрий Петрович. Когда приехал оттуда, он приехал другим. Он приехал уже прозападным человеком. У него другие понятия стали. Другие представления. А люди хотели дальше. Давайте дальше. Мы еще можем. Мы еще в форме. Мы вас ждали столько. Не надо. Ничего не надо. Перевожу вас на контракт. Перевожу вас сейчас на разовые. Чтобы дисциплину потянуть. Пошла бытовуха. Вместо того, чтобы поверить в своих детей, в своих сыновей, в Славину, в тех же, кто там остался. Он просто... И поэтому театра нету. Его не стало, когда Юрий Петрович приехал оттуда. Его уже тогда не стало. Мы еще попытались что-то впрыснуть туда. Что-то вот... Там «Москва петушки». Я вот играл в спектакль. Очень интересно было. Ему понравилось. Но в целом люди поняли, что он уже не тот. Им стало с ним неинтересно. И театр разошелся. Одни стали доигрывать у любимого. А другие просто ушли. Губенко, Николай Николаевич. И стали делать то, что они считают. Ну вот так будем делать. Конечно, не то. Но будем делать, как хотим. По крайней мере, достоинство будет на месте. Человеческое достоинство. Это самое главное. Вот что я хотел вам еще прочитать. Оно стихотворение очень... Рубцова. Оно очень современное. Я был сейчас три раза в Сирии. Почему был в Сирии? Не потому, что медаль даже получил. Нас наградили. За участие в операции сирийской военной. Я очень благодарен руководству и страны, и армии Шойгу Сергею Кужегетовичу, что они вот так вот артистов отметили. И наградили нас. Сережа Мохомякова, Мищенко Василева. Многих наградили. Девчонок, которые ездили туда. Мы выступали на блокпостах. Приходили к ребятам, к разведчикам. И пели, читали стихи. И потом они... Вы даже не представляете, как здорово, что вы приезжаете. Как здорово, что вы приезжаете. Спасибо вам огромное. Это... Я говорю, если ребят серьезно, они говорят, ну, мы уже с ума начинаем сходить здесь. Ну, стоим и стоим, стоим. А вы приезжаете, мы еще вот неделю потом этим обсуждаем, живем, начинаем гитару брать, тоже что-то петь. И я считаю, что это, конечно, величайшая традиция, когда вот в ту войну ездили актеры в Афган. Кобзон летал туда прям чуть ли не каждую неделю в Афганистане был. Удивительный человек. Что он там забыл? Ну, он летал. Он хотел там быть, помимо всего прочего. Денег тоже не платили. Я бесплатно летал, мне ничего не платили за это. Но мы там должны быть. Почему? Потому что это святая земля. Потому что есть деревенька Маалюль с очень смешным названием, где пять тысяч человек, всего лишь пять тысяч человек в мире разговаривают на арамейском языке. На языке, на котором разговаривал Иисус Христос. Это находится в Сирии. Там есть место, где Саввел свалился с коня, а был ослеплен, когда он гнал христиан. Страшный был в гонителях. Он упал, был ослеплен. Потом ему явился и сказал, перестань гнать меня. Зачем гонишь меня? И он из Саввла сделался Павлом, апостолом, написавшим самое большое количество посланий, уникальных, духовных, духовные письмена, которые читаешь, и ты начинаешь одухотворяться от этого, как написано, как он тебя взывает к твоей чистоте души, к твоему духу. Не живи бытовухой, не живи этой... Живи, поднимайся, поднимайся, хоть на цыпочки душой, но поднимайся. Там есть место, где Адаму явились три ангела. Это Мамврийская Дубрава. Это место российское. Я там был. Там храм. Царь в наше свое время выкупил это место. Если поедете, когда вот... Ну, я понимаю, там есть люди, мусульмане, там, но если православные, кто есть, то съездите. Это удивительное место. И Россия сейчас взяла эту землю и не отдает ее на растерзание. В Сирии, в Дамаске, находится голова Иоанна Предтечи. Они же долбят и долбят и долбят и долбят. А какие дети красивые. Какой народ красивый. Красавцы просто. Девчонки, парни. С такими вот глазами. Фаюмские портреты. И... В 67-м году Николай Рубцов пишет Оцепенели. Оцепенели маленькие ели. И было небо, Черное, без звезд. Какая глушь. Я был один живой. Один живой в бескрайнем мертвом поле. Вдруг тихий свет, Пригрезившийся, что ли, Мелькнул в пустыне, Как сторожевой. Я был совсем как снежный человек, Входя в избу. Последняя надежда. И вдруг услышал. Вот. Вот. И вдруг услышал. Вот печь для вас. И чистая одежда. Потом хозяйка слушала меня. Но в тусклом взгляде взора было мало. Жизни было мало. И неподвижно, сидя у огня, Она совсем, казалось, Задремала. Как много Желтых снимков на Руси В такой простой И бережной оправе. И вдруг открылся мне И поразил Сиротский смысл Семейных фотографий. Огнем, Войной, Земля полным полна, А близких всех душа не позабудет. Скажи, родимый, Будет ли война? Нет, говорю, Наверное, не будет. Дай Бог. Дай Бог. Ведь всем не угодишь, А от раздора толку не прибудет. И вдруг опять Не будет, говоришь. Я сказал, Наверное, не будет. Дай Бог. Дай Бог. И снова у огня Она сидела, как глухонемая, И головы седой не поднимая, Опять заснула Тихо у огня. Что снилось ей? Весь этот белый свет, Быть может, Стал пред нею в то мгновенье, Но я глухим бренчанием монет Прервал ее старинные виденья. Господь с тобой. Мы денег не берем. Что ж, говорю, Желаю вам здоровья. За все добро расплатимся добром. За всю любовь Расплатимся любовью. Спасибо. Скромный Русский огонек За то, что ты В предчувствии тревожном Горишь для тех, Кто в поле бездорожном От всех друзей Отчаянно далек За то, что с доброй верою дружа Среди невзгод Великих и разбоя Горишь Горишь во тьме Как добрая душа Горишь Горишь И нет тебе Покоя Давайте чего-нибудь такое Юморное Потому что Хочется как-то пошутить Актеры Удивительные племя Если умирают То на время Чтоб со следами Пота на лице Успеть еще покланяться В конце Всем тяжело И всем сегодня плохо Такие государства И эпоха Но что же будет Если от тоски Мы все начнем Отбрасывать коньки Вставай Актер Вставай Вставай Ты не имеешь права Скончаться Не услышав Крика Браво Леонид Филатов А вот еще Мое слово Верное Прозвенит Буду я Наверное Знаменит Мне поставят Памятник На селе Буду я И в бронзе На веселе Выпал снег И все забылось Чем душа была полна Сердце проще Вдруг забилось Словно Выпил я вина Вдоль по улице По узкой Легкий Вьется ветерок Красотою Древнерусской Обновился городок Снег летит На храм Софии На детей А их не счесть Снег летит По всей России Будто благостная Весь Снег летит Гляди И слушай Так вот Просто и хитро Жизнь порой Врачует душу Ну и ладно И Добро Что-то я вам хотел Еще такое Давайте я вам Одно стихотворение Прочту Это мое стихотворение Я его написал Тем более Я сегодня говорил Про Про награды Я написал его Когда увидел Одну очень жуткую историю Это было на Арбате В Москве Я учился тогда В Щукинском училище И в театре на Таганке Мы вот бегали Все время Ну каждый день У нас было Занятия были в Щукинске Училище Там танец Вокал Или там Театр История театра Или там Еще чего-то Сонбой Был в театре И вот мы так мотались И однажды я увидел Эту ужасную историю Пацан продавал Ну там лоточки же стоят Лотки И он продавал Какие-то награды И к нему подошел Дед Ветеран Что-то слово за слово И потом началась драка И потом их разняли Там по-моему Кровь даже была Я настолько был потрясен Как он кричал Он говорит Я вот Он вот так Прямо говорил Я вот так Прямо там И стоял Этот дедок И Мне так захлестнуло Это Я пришел И написал Вот это стихотворение Арбатская история Был погожий денек Бабье лето И Арбат поутру Просто рай Ныли раны Дурная примета Значит Дождичка поджидай Только воздух прозрачен И чист Никакой суеты В небесах И Блажит на углу Гармонист И лоточечнички На местах Снять и чтив Иконы Матрешечки Вот уж точно Восточный базар Не нужна ли пелеринка Для кошечки Нет? Вот тогда для жены Пеньер Только вдруг резанул Полоснул по зрачку Блеск наград той Великой войны И шагнул я К лоточку К парнишке Бычку С ощущением Беды Ли Вины Тот парнишка Бычок продавал С кондачка Гимнастерочку С планкой Медали Я Откуда? Спросил Одного старичка Крякнул Сердце Соседи Отдали И Почем же Сынок И завел разговор Он о курсах Валютах Штуках В рыбьих Желтых Зрачках Я читал Приговор Своему поколению От внука Вот оно Значит как Славой всех Степеней Наши внуки Базарят Открыто Я Немел Цепенел Вспоминая Друзей Тех Убитых Никем Не забытых А пацан Мне Бери Мол Бери Мол Старик Подешевше Отдам Нос Веснушка Ну чего Ты Дедуля Притих И поник Раскошерься Внучкам Погремушкам Мне б Сдержаться Уйти Только Взвыла Душа Что ж Ты Этакий Сын Ты Акстей За душой Тебя Ни душили Ни шиша Ну а он Мне Дедуля Уймись Не берешь Молтовар Так давай Чешу И заткнись И не дергайся Деда И полегче Насчет Там моей Там души И хорош Ты про Вашу победу Победители Мать вашу Так Перетак Нищета Подзаборной Рывай Ну что Сопишь Скажешь Вру Ну а помню Сюда Всех заслуг Протез Да медаль Плохо Помню потом Драка Кров Перемат Как Штрафбати От нынешних Ран Прошлых Вскрыла Рубцы Покровы И дурной Парадокс Током Мозг Просверлил Грудь Прошила Сердечная Мука Я Сегодня Кровь Внука Пролив Защитил Тех Ребят Жизнь Отдавших За Внука И молитвой Застыв На разбитых Губах Раскровавленных Внуком Но Будет Я Твердил Лишь Одно Боже Мой Сделай Так Пусть В веках Внук И правнук Мой Не Позабудет Тех Великих Наград Тех Святынь Тех Ребят Той Великой Войны Без Шуток Для Меня Петербург Все Равно Ленинград На меня Волгоград До Конца Сталинград Вот Такая Ребята Штука Спасибо большое За вашу энергетику И за то, что вы пришли сюда У меня вопрос Касательно Актерской жизни Чтобы люди поверили Ты сам должен Поверить В свою игру Но для этого Ты должен Как я думаю Убить В себе Самого себя И вот Как преодолеть Вот это Каждый раз Убийство Как вы с этим Справляетесь Спасибо Спасибо Очень хороший вопрос Очень интересный Вы знаете Убийства нет И нет Убийства нет Наоборот Ты Ты в себе Находишь Мне понравилось Я не люблю Это Я любил его Как артиста Пока не узнал Что он Гомосексуалист И возглавляет Эту Ассоциацию Гомосексуалистов Жан Море Потрясающий актер Потрясающий Каскадер Умница Все У меня когда папа узнал Что он чуть не заплакал Он говорит Что Я говорю Папа Он это вот Он прям так Что Я говорю Гомосексуалист Он возглавляет Профсоюз Профсоюз Он так Он мне отец Он боксер Зачем он это Зачем он это Потрясенный был Но он очень умный человек И я приведу Все таки Вот его цитату То что он сказал Он говорит Что Меня мои роли Всегда воспитывали Они меня всегда Духовно Расширяли Мой кругозор И я с ним согласен Допустим Я играл Когда Ерофеева Москва Петушки Это был Это был очень Огромный Просто Необыкновенный Интеллектуальный Нашпигованный Наполненный Поэм Он назвал Поэма Вот там Сто страниц Он назвал Поэма Потому что Одно слово Выпадает И ты не можешь Текст сказать Потому что Все Хоть написано Прозой Но Это поэма Музыкальная Вот такая Штука Очень интересная Он мне Очень много Дал В вопросе Самооценки В вопросе Каких-то Своих поступков Я стал Себя За какие-то поступки Просто презирать Я сказал Что я никогда Больше так не буду делать Я вспоминал Какие-то вещи Нехорошие Которые я делал И я вот Думаю Вот я тому Саше Вот сруканул Тому Я бы прям Подскульник Дал бы сейчас Вот тому В то Когда он это сделал Я бы им точно Врезал бы за это Понимаете Большая литература И большая Поэзия Они всегда Обладают Духом Духом Это слово Я вот сейчас Интервью давал И говорю Что первые слова Начертанные На славянском языке На кириллице Были следующие Искони Бе Слово И Слово Бе от Бога И Бог Бе Слово Вначале было Слово Слово было От Бога И Бог Было Слово Почему мы так Любим Нашу литературу Почему она у нас Такая богатая Почему она у нас Такая необыкновенная Гоголь Толстой Достоевский Высоцкий Есенин Ахматова Ахмадулина Ну Просто кладезь Там я же Братынский Вяземский Жуковский Это просто бездна Причем бездна Не грязи Какой-то ерунды А бездна красоты Росыпи просто Алмазы Изумруды Чудо просто Я Как Эту фразу Обожаю Которую говорил Александр Васильевич Суворов Я русский Я в восторге Это его Великая фраза Я в восторге Потому что И вы в восторге Должны быть Потому что Вы читаете Русский язык Без словаря Без подстрочника Вы читаете В оригинале Шекспир нам перевели Лозинский перевел Пастернак перевел Там еще кто-то А здесь Мы можем Мы понимаем Подтексты Мы понимаем Контексты Мы понимаем Как же Как Какие алитерации Как это здорово Завораживает Просто все это И поэтому Когда я играю роль А я В общем-то У меня плохих ролей Не было Это или Иван Бездомный Мастер и Маргарита Я играл Или Митя Карамазов Или Венечка Ерофеев Или Пять рассказов Бабеля Я играл Там Конкина Это Это Духовная Литература И она Заставляет тебя Духовно работать Ты никого Не убиваешь Ты наоборот Себя развиваешь Ты себя расширяешь Понимаете О чем я говорю Да Я играл Одного подлеца Стервица В кино Он был Такой Милиционер Который Сдвинулся Я говорю Его надо убить Я говорю Режиссеру Его надо доказать Он Начитался Этого Ницше И решил Что будет убивать И будет Я говорю И мы должны Его убить Самым страшным Какое Самое страшное Убийство Какое Самоубийство Когда ты Берешь На себя И вместо Бога Который определяет Тебя определенный час И говорит Тогда Тогда Или тогда А ты сам Вдруг Ты становишься Дьяволом И мы Должны его убить Я искал Вот этот момент Как Как убить Этого человека Которого я играл Но Я Еще раз Очень Тонкий Тонкий момент Тонкий нюанс Ты играешь Отрицательную роль Ты знаешь Что отрицательная роль И я показываю Вот до какого-то момента Человек же Не сразу же он Отрицательный Он же в поступке Проявляется И вот Как человек Подходит к этому Вот Вот он еще человек Еще офицер Он еще Нормальный мужчина Он еще И вдруг Раз И сломался И ты говоришь Зрителю Не делай так Не ломайся Остановись Удержись У этого края Где грех Отойди Найди в себе Мужество И тогда Ты не превратишься Пардон В дерьмо Тогда Останется Человеческий стержень А когда Человек идет За грехом И не проявляет Волю Не боится С собою Вот тогда Он И вот Я всегда показываю Вот видите Он еще нормальный Нормальный И я ему говорю Ну не делай этого Не надо Не надо этого Но остановись А вот и делает Все Нет офицера Нет мужчины Нет человека Нет личности Даже играя Отрицательную роль Можно показать Зрителю Что он может Вот не делай так Не делай Не поступай Не иди этим путем Борись с собой Борись Как летчик Как звезда Как Пастернак говорил Борись до конца И В этом смысле Мне очень нравилось Что Любимов Очень уважал В актере Именно это Когда он искал Когда он искал Он любил Цельных актеров Любил цельность Натуры И он там Тяжелые были Репетиции Он там И тебя выводил Тебя И Все-таки Вообще В него ножик кинул Когда они Гамлет репетировали Он достал его Он кинжал Он там кинул Попал Он воткнулся Где-то рядом Он довел его до этого Но Все понимали Что он не потому Это сделал Что он его ненавидел И что он хотел Просто Дошли Вот в этом споре До такой До такой ручки Но самое Все равно Все равно Володя играл Гамлет Он его не снял Потому что он видел В нем В нем это Он Его волновало Что происходит в мире Что происходит с нами Что происходит с душой И с человека Почему мы превращаемся Почему мы Предателями становимся Почему мы не боимся Против зла Почему мы отходим В сторону И делаем вещи Что мы ничего не видим Моя хата с края Ничего не знаю А он знал Что у него сердце бьется Оно бьется На полном На полном пульсе Подвесить От этих проблем Поэтому Он говорит Быть или не быть 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 И вот это все видеть И ничего этого не менять И его надо убивать Все-таки Поэтому Великая профессия Но девушкам лучше Станете Потому что У девушек Очень много проблем Это мужское Все равно Великие женщины Конечно Они пробиваются Но я говорю Мужчинам проще Вот я так скажу Мужчинам проще В этом плане Сейчас правда И мальчики Девочками становятся Я не знаю Может Избави бог Но это есть и голубые театры Но извини Я говорю Про другой театр Для меня театр Это Женщина И мужчина Борьба Или наоборот Борьба полов Борьба Все пьесы так построены Все Отелла Дездемона Рамова Джульетта Любую пьесу Видите конфликт Конфликт между мужчиной и женщиной Треугольник Два мужчина и женщина Две женщины Везде Везде И как только состаривается режиссер Он говорит Уже не надо играть Не надо ничего играть Про это Давайте что-нибудь такое социальное Социальную какую-нибудь Такую мешанину Если нет пола в театре Вот я на ваш вопрос отвечаю Если нет пола в театре Режиссер уже Бесполый Ему там за 70 За 80 Если его не интересует Жизнь Женщины Красота Если нет этих гормонов Все Это уже не театр Это уже такая Разлюли-малина такая Каша такая Размазанная по тарелке Чего еще ответить? На какой вопрос еще ответить? Конечно Александр Иванович Мы видим, что И вообще Мы Видим вас в кино Знаем, что вы великолепный Актер Скажите, пожалуйста А где вас можно увидеть в театре? В каком театре можно увидеть сейчас? Из таганки вы ушли Может быть, антрепризные какие-то спектакли? Ну вот 4 июня будет Это антреприза будет 4 июня Мы будем играть спектакль При одном неизвестном Вот Моя первая будет антреприза С Любой и Руденко Такая история Люди расстались На 7 лет В общем разошлись Потом встречаются в аэропорту И вот вроде как бы все начинается Ну а любви А так в основном Я занимаюсь тем, что я делаю концерт Меня это сейчас очень заводит Меня это греет Меня это... Я этим живу сейчас Мне интересно общаться с людьми Мне интересно читать стихи Рассказывать истории Вот Петь песни Мне это интересно Я здесь сам себе режиссер Идти после Любимова куда-то Вот какие-то сморщики там А ведь проблемы-то одни и те же У режиссеров Только Любимов Это вот такая личность Да? И он позволял себе что-то Ты понимал Ты должен терпеть Ты должен терпеть И тут какой-то шмакодявка Вот такая тебе А с такими же еще больше Даже этих понтов Еще больше этих каких-то Они что-то из себя Это невозможно Невозможно После Юрия Петровича Невозможно вот это все переносить Извините, еще два вопроса Да, конечно Мне хотелось бы узнать Ваше мнение О проекте Бессмертный полк И второй вопрос Смотрите ли вы телевизор? Спасибо А что-что? Телевизор Смотрите ли вы телевизор? Спортивный Сплошь и рядом просто Я сумасшедший Сын говорит Сын у меня мультики Я говорю Ты же ненормальный Ты же ненормальный А он говорит А ты нормальный? А ты нормальный? Ты постоянно смотрю Или волейбол Или футбол Или гонбол Или еще что-нибудь у тебя А ты нормальный? Телевизор смотрю Но сериалы, как правило Нет, фильмы, очень люблю классику, очень люблю, люблю Феллини, я очень люблю старые фильмы, я люблю, где есть юмор, где есть наши военные, очень люблю старые наши драмы, люблю советские, вот. Ну вот, я считаю, что достойно очень сняли «Брестскую крепость», очень достойно сняли, очень достойный фильм, очень хороший, вот «Севастополь» неплохое кино, я тоже увидел, я порадовался, я порадовался за эту, там девчонка, как она, как ее фамилирует, да, очень талантливая девочка, очень здорово она сыграла, и неплохо снято, без каких-то этих, без глупостей, как я говорю. Ты знаешь, ну не может так быть, ну не могут два самолета, люди из самолета переходить на самолет, ну совсем что ли же ку-ку, 500, 400 метров, 400 километров в час, ну 120 метров в секунду, тебя сдует, тебя 30-то сдувает, ты падаешь, а они по этому, ну что это такое, ну зачем это снимать, или вот 82 метра, замечательно кино, ну зачем полтора часа, они из отсека в отсек плавают, вода там, блин, 4 градуса, человек в ней живет, показывают, на северном флоте случилась беда, они полтора часа плавают, а у нас вода хорошая была, 30 градусов, я говорю, у вас-то вода хорошая, но там-то было, ну зачем же вы нас дурите просто, ну зачем это нужно, ну зачем это все, ну не серьезно, это не серьезное кино. А по поводу, вы спросили еще, это я считаю, по-моему Ванга сказала, Россия станет, по-моему она сказала, Россия станет на ноги и будет непобедима, когда мертвые пойдут вместе с живыми в одном строю. Это случилось, это величайшее, просто я считаю, это величайшее событие, вот когда вот люди идут, у нас действительно осталось одно из немногих событий, вот которые бесспорно, мы такой ценой заплатили, я деда до сих пор не могу найти, не знаю где мой дед, автоном, 1913 года, автоном такой святой был, православное имя, не могу найти дедушку, не могу найти автоном Васильевич, по два метра был, не могу найти. И это конечно величайшее явление, объединяющее нацию, объединяющее всю Россию, объединяющее все народы, потому что все, все, евреи, татары, русские, я не знаю, узбеки, все, 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 даже в СНГ, они все равно, мы все такие понесли страшные жертвы, такие огромные потери и утраты, что вот что я еще хотел сказать. Очень важно в этой профессии, конечно, это отношение с Всевышним, с Богом. Если актер не верующий, атеист, он никогда не будет интересен, он не будет интересен, потому что вот это ощущение того, что оно дает тебе, ты как под лупой, как под линзой под какой-то. И для меня всегда, если он говорит атеист, я сразу все, так я как-то уже, да, наверное, будет очень тяжело разговаривать с человеком, потому что какие-то вещи просто ему не объяснишь, ему просто нельзя объяснить, нельзя объяснить просто ему. И поэтому я хочу прочитать ему вот это стихотворение, называется оно «Следы». Николай Дмитриев написал, посвятил его погибшему в авиакатастрофе Боровику, сыну Генриха Боровика, он так и написал, посвящается ему, когда он тогда разбился на Як-40. Но не в этом дело как бы. Как душа вступила в жизнь иную, обратилась к Господу, прошу, покажи мне жизнь мою земную. И Господь ответил, покажу. Внял Господь небесный человеку, и земля придвинулась, и вот видит он извилистую реку, струй чистых. И не чистых, вот видит он на берегу два следа, что за спутник был в моей судьбе. И воскликнул Бог, чудак, ведь это я всю жизнь сопутствовал тебе. Смотрит человек, смятеньем занят, вот опять один прервался след, вне его тревоги и терзаний, страха, боли, самых горьких бед. Не сдержал он горестного вздоха, видел я, как след твой пропадал. Отчего? Когда мне было плохо, ты меня, мой отче, покидал. Я не покидал, но в дни разлада, в дни, когда душили боль и страх, на руки я брал, и сколько надо, нес тебя, как сына на руках. Я хочу, чтобы и вас Господь Бог нес на руках. Будьте ближе к молитве, будьте ближе к общению с Всевышним, к общению с нашим, с Господом. Это самая великая и самая лучшая защита от всех бед. Поверьте мне, я сам, я очень поздно покрестился, я православный человек, 28 лет, я задумался. Меня шлепнуло раз, шлепнуло два, шлепнуло три. Пока не шлепнуло, и так и ходил, и бегал. Как вот шлепнуло, 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 думаю, что-то не то, не так. Я пошел, сам покрестился. Через два года я поступил на Таганку к Любимову. А почему к Любимову? Потому что я видел, когда он приехал, он пришел на кладбище к отцу своему, на Донское. Он там тоже, Юрий Петрович, тоже там, царство небесное. Я видел в советское время, как он стоял, и вот так вот перед могилой своих предков. Я был вот этим, мне было приятно, что человек, которым я хочу поступать, что он верующий, что он глубокий человек. Потому что вера дает глубину, глубину, ощущение мира. Вообще, лучше верить, чем не верить. Прежде чем... Вообще, вроде как, такая красивая точка, и все-таки. Во-первых, одна небольшая информация, я думаю, будет интересно, поскольку вспоминаю имена великих русских классиков. Вот это здание, одно из старейших комплексов Казанского университета, оно как раз связано с именем Льва Толстого. Вот, он здесь, ну, ладно, ты лечился, это клиника была университетская, он здесь дневники начал первые вести. Вообще, Толстой во многом произрастает отсюда. Почему хорошо, что здесь учатся сегодня журналисты. Здорово. И вот отсюда, да, мы даже оставили кусочек кладки кирпичной, да, как стена плача. А, это вот там, да, вот это? Я думаю, что так осталось? Пусть это будет наша стена плача, немножко потремся, может, напишем «Войной мир». Я тоже сейчас пойду по трусам. И, знаете, с этим один короткий, завершающий, если уж позвольте, вопрос, все-таки, а вот об отношении к разным эпохам, личностям, ситуациям вы говорили, а вот всегда не просто складываются отношения актеров, вообще творческих людей, с журналистами. Вот вы как к нашему брату относитесь? Вы знаете, у меня не было, я в данном случае и актер, и журналист, и человек, который занимается вот словом, да, он не должен врать. Ну, если актер врет, он говорит, плохой актер, он врет, его не уважают. И журналисты не должны врать, не должно быть лжи. И когда вот у меня брали интервью, потом мне всегда, даже у меня вот в Баку, там потрясающий, есть журналист, замечательный, и он потом по скайпу мне, мы снимем каждую строчку, вот, Саша, я правильно вас понял? Я правильно вас понял? Я его обожаю просто, вот за эту трогательность, за эту трепетность, за… А это значит, что он тебя уважает, он уважает тебя, потому что он хочет донести то, что ты сказал, а не что ему там пришло, что-то он придумал. Поэтому я хочу пожелать, самое главное, это, конечно, расширять свой кругозор, обязательно, больше читать, больше интересоваться журналов, больше интересоваться, что происходит, карту мира надо хорошо знать, карту изучать, наша планета, она такая маленькая, такая удивительная, историю надо учить обязательно. И самое главное, чтобы, когда вы берете интервью, когда вы потом уже его, чтобы вы за него отвечали, это вот как род твой, да, вот, наврал, что ты сделал гадкое, это на твоем роду все будет написано, это вот твой пра-пра-пра-деть, ты его позоришь, ты, вот что, вот за тобой же идут люди, ну не ври, ну не делай этого, ну не надо, зачем? Прочти еще раз, повтори, попроси, еще, еще раз проси, и самое главное, не врать, потому что, когда ты врешь, ты врешь не только людям, ты себе врешь, а значит твоя душонка, она скукоживается, от всякой лжи душа скукоживается, она становится меньше, мельче, мельче, вот как шагрень у кожи, соврал, меньше, соврал, меньше, соврал, меньше, соврал, меньше, вот этого не должно быть. Так, что-то вам еще надо спеть? Да, я думаю, последний аккорд нашей встречи должна поставить гитара под вашим просьбом. Мне очень с вами интересно, не знаю, как вам со мной, но очень интересно, я вижу, вы по глазам, по вашим, вы понимаете, о чем я говорю, это самое главное, когда есть взаимопонимание. Ну что, о любви, что ли, да? А? Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в степи сосна, Словно в году весна, Нету другой такой, Ни за какой рекой, рекой, Нет за туманами, Дальними странами, Вы не провода, В сумерках города, Вот и взошла звезда, Чтобы светить всегда, всегда, Чтобы гореть в метель, в метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь У колыбели и дочь. Вот поворот какой, Делается с рекой, с рекой, Можешь отнять покой, Можешь махнуть рукой, Можешь раздать долги, Можешь писать стихи, стихи, Можешь совсем уйти, Только свети, свети, Ведь ты у меня одна, Словно в ночи луна, Луна, Словно в степи сосна, Словно в году весна, Весна, Нету другой такой, Ни за какой рекой, рекой, Нет за туманами, Дальними странами, Дальними странами, Дальними странами, Ты у меня одна. Ну что, все? Ну давайте споем еще эту песню. В этой деревне огни Непогашенный Ты мне тоску, тоску Не пророчь! Светлыми звездами нежно Украшена Тихая, зимняя ночь, Светятся нежные, Светятся чудные, Слышится шум, Болоньи, Были дела мои трудные, Трудные! Где ж вы, Печали мои? Скромная девушка мне Улыбается, Сам я улыбчив и рад, Трудные, трудные, Все забывается! Светлые звезды горят! Кто мне сказал, что в англии Заметеленной Глохнет заброшенный луг? Кто мне сказал, что надежды Потеряны? Кто это Ты думал, друг? В этой деревне огни Непогашенный Ты мне Тоску Не пророчь! Нежными звездами Тихо Украшена Зимняя Тихая Ночь Зимняя Русская Ночь Ваша, ваша полетела Звезда Вы все звезды Потому что Господь Бог так сделал, что когда Взорвалась вселенная Все разлетелось на куски Это были звезды Звездная материя Вы все звезды И Божьи творения Верьте в себя Не лгите себе Любите искренне Любите профессию свою И вкалывайте, вкалывайте Вот видите Это пот Это хорошо Трудитесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому